Всем хорошего настроения и удачи сегодня. Но и музыку вам в помощь. А вот какие музыкальные инструменты мы знаем? Ответ на этот вопрос чаще всего исчерпывается консерваторским перечнем. Однако поиск нового средства для извлечения музыкальных звуков не стоит на месте. Новый век, новое веяние. Именно на стыке столетия в 2000 году швейцарцами Феликсом Ронером и Сабиной Шарер был разработан резонирующий перкуссионный инструмент Ханг. Если вы еще не знаете, что это такое, сейчас есть возможность услышать его в прямом эфире Live News. И у нас сейчас в студии Эльдар Шаймардянов, его волшебные звуки Ханга прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз представим этого человека, Эльдар Шаймардянов. В эфире Live News. Ну и, собственно, его вот эти летающие тарелки, именуемые Хангом. Вы ввели просто в состояние такое блаженство какого-то. Это потрясающий звук. Настраивает на определенную волну, создает настроение. Иногда лучше послушать музыку, нежели какие-то разговоры. Но, тем не менее, Эльдар, тем не менее, вы каждое утро начинаете вот с такой музыки наверняка? Ну, можно и так сказать, да. И заканчиваем день, и начинаем. Расскажите, для наших телезрителей, ведь ваш музыкальный инструмент наверняка открытие сегодня. На сегодняшний день, на самом деле, уже в мире он довольно-таки распространен. Хотя в России, да, он является открытием до сих пор, когда я начинаю где-то играть в парке, расчехляю, или где-то на какой-то выставке люди подходят, они такого не слышали, не видели. А в мире этот инструмент давно используется уже и в оркестре, и в симфоническом музыке. А вы как познакомились с этим инструментом? Наверное, года четыре назад я увидел в Европе, как играют на улицах музыканты. И меня очень впечатлил звук, поскольку ранее я играл на других инструментах, там гитара, фортепиано, различные флейты. И меня, на самом деле, увел этот звук куда-то, куда-то в космос. Как и у меня практически. Какие звуки, да, содержатся еще здесь? Говорят, что на поиски этого инструмента ушли прямо годы. Здесь и колокольчики, и даже пилы, говорят, есть. Звуки пилы. Насколько вообще история Ханга самого? То есть в 20 веке на островах Карибского моря, Табагу, как гласит история, военные оставляли бочки из-под топлива, и местные собирали эти бочки и просто били в них палками, стучали палками. Так появился стилдрам. Наверное, наиболее похожим по звуку к этому инструменту, вот этот инструмент, это аналог Ханга, называется Кайзи, в Германии. То есть это такой легкий металл. Правда, здесь уже хорошо отстроены ноты, а на стилдрамах они были менее четко отстроены. И до сих пор там есть даже оркестры такой музыки. Люди собираются, такие как кастрюля, и они у них стучат палочками. А как настроить звук? Как вообще устроен этот инструмент? Делается, собственно, заготовка, да, такой шаблон, и потом процесс азотирования металла. А заготовка-то из чего это? Сталь. Что это за металл? Сталь. Да, вот это, допустим, сталь. Это более легкий металл сплав. Хорошо, есть заготовка, и дальше? Заготовка обжигается газом, азотом, насколько я знаю, вот. И, собственно, металл снимает напряжение, что позволяет ему зазвучать. И каждое потом отверстие, это определенная нота, она отдельно настраивается кувалдой какой-то специальным молоточком снизу. То есть если мы посмотрим обратную сторону Ханга, это два полушария, и как раз вот здесь мастер залезает рукой и отстраивает по тюнеру ноты. Вот, на самом деле процесс изготовления Ханга довольно-таки сложный. В мире мало инструментов еще на сегодняшний день, несмотря на то, что порядка где-то 25 фирм официально, которые делают Ханг в мире, наверное, есть топовые 5-7 фирм, но заказать его сложно.